МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 42-й год. Сражение на Верхнем Дону. Поворотный пункт в Великой Отечественной войне. Цель советских войск – защитить рубежи от фашистских захватчиков. В кровопролитных боях советская армия несет большие потери. Под прицелом нацистов в первую очередь наши танкисты и их боевые машины. Лето 2016-го. Воронежская область. Все та же река Дон. Природа искусно умеет стирать следы прошлого. Воронки от разрыва снарядов поросли травой. Дождь смыл порох земли. А вот река сберегла. Единственного в мире стального свидетеля тех страшных событий истории. Танк Т-34. Он затонул с включенной первой передачей на максимальном ходу. На это указывает снаряд и ящик с патронами на педали газа. О чем думал экипаж, когда боевая машина уходила под воду, можно только догадываться. Экскурсовод Раис Гореев. Офицер запаса. Закончил военную академию бронетанковых войск. Служил на испытательном полигоне. Признается танке его особая страсть. Он, как никто другой, знает, для танкиста потерять машину – смерти подобно. Расставаться с танком, экипажем, наверное, было очень тяжело. Ну и обычно танк, он как родной дом, да, вот, как родной дом, тем более в боевых условиях. Это же еще и защита, да, вот, и защита. Значит, ну, танк – это тоже, вот, в некотором смысле становится вот таким вот живым существом и тоже является, как бы, вот, членом одной семьи под названием экипаж. Вот экипаж, мы говорим, четыре или пять человек, но я бы сюда еще добавил еще одного члена экипажа – вот сам танк. Летом очень жарко, как в сауне. Зимой, конечно же, холодно, обогревателей не было. Ну, в ту пору, вот, тем более в период Великой Отечественной войны, было не до комфорта. Стояла задача, как можно больше танков построить и отправить их на фронт. Танков не хватало, как воздуха. Боевая машина в водном плену пробыла более семи десятилетий. Сохранился даже бортовой номер – 522. Всего с конвейера Сталинградского тракторного завода было выпущено тысячи экземпляров. Все отправились на фронт. Уцелеть суждено было только одному. И теперь эта «тридцатьчетверка» – экспонат в военном комплексе «Парка Патриот». Танк Т-34 своим появлением сделал революцию, как в нашем отечественном, так и в мировом танкостроении. Среди своих аналогов этот танк не знал себе равных по всем основным боевым свойствам. По огневой мощи на танке стоит уже 76-мм противотанковая пушка. Для этого периода это было прекрасное оружие. Уникальное бронирование. Толщина брони, броневых листов лобовых корпуса 45 мм, башни 52. Они расположены под большими углами наклонов, в частности броневые листы носовой части корпуса, под углом в 60 градусов. Что обеспечило эквивалентность толщине брони в 90 мм. Ну а по проходимости, по подвижности на этом танке уже стоял дизельный мотор мощностью 500 лошадиных сил. У его основного противника, а самого массового германского танка «Панцер-4» стоял бензиновый карбюраторный мотор мощностью всего 300 лошадиных сил. Значит, по вооружению и пушка там была слабее, калибры 75 мм. И то ее противотанковой не назовешь, она более была штурмовая. К следующим конструктивным особенностям этого танка, вот именно выпуска Сталинградского тракторного завода, можно отнести наличие смотрового прибора на месте заряжающего для кругового обзора за местностью, за полем боя. Также вот такое вот отверстие для стрельбы стрелкового оружия по пехоте противника. Ну и, конечно же, нельзя не отметить наличие перископического смотрового прибора у механика-водителя. Вот я показываю правой рукой, который тоже в экстремальных ситуациях облегчал обзор за местностью механику-водителю. Так как вот все знают, что в бою механик-водитель сидит по-боевому, конечно, обзор у него очень ограниченный. Вот, ну и еще одна из особенностей танков Сталинградского тракторного завода – вот это наличие вот такой вот клиновидной маски-пушки. Восстанавливать до ходового состояния 30-тонную машину не будут. Рваные раны на гусенице отмечены красной краской. Это напоминание о тех страшных событиях самой кровопролитной войны в истории человечества. Теперь этот Т-34 память без прикрас и искажений. Его не сдали врагу. Измученный боями и временем он нашел покой в парке «Патриот». И лишь ненадолго в рассказах Раиса Гореева боевая машина снова оказывается в далеком 42-м, чтобы в очередной раз посетители вспомнили, какой нелегкой была победа. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова